Субтитры делал DimaTorzok Но кампания, как я говорил, будет продолжена Все равно, даже если победа будет достигнута Надо захватить всю Европу И новый свет Так, что у нас здесь, кто, где, когда? Армия у нас стоит у города Что-то неполное С прошлого эпизода я не помню уже, куда у нас кто шел Частично у нас войска ведь требуют подкрепления Плюс нас осаждает, кстати, Венеция Да, между прочим, еще такой момент И я не буду помогать крепости У них есть... А, у них есть только катапульта И на наших стенах есть башни, которые сумеют до нее достать Поэтому без проблем мы ее разнесем Дальше они пойдут уже на сближение И мы спокойненько под стеной их всех перечикаем Есть у нас тут датская армия, которую тоже надо уничтожить И мы потихоньку к ней, так сказать, пойдем Потихоньку мы пойдем И тут войска у нас на... Ой, как тут все фигало там На восполнение И у нас собираются могучие рыцари Могучие рыцари, которые так же скоро ринутся в бой Ничего не написали против пеших Есть ли они или нет, совкомпания Видать, народ тоже не помнит, не знает Ну да и ладно, хрен с ними Найдем, значит, хорошо Не найдем, значит, еще лучше Так, что у нас тут такое? Здесь у нас... Сидит очень много войск Непонятно, а для какой они от цели тут сидят вообще? А что они тут все делают? Мы лучше пойдем куда-нибудь в цитадель Например, вот этих чуваков мне надо в цитадель переместить А всех остальных можно и на передовую пропихнуть Главное, чтобы они нас не предали и не убежали по дороге А, или у нас они готовились для марш-броска вот в эту армию Раз, два, три, четыре, пять, шесть отрядов Мне надо как раз... Нужна кавалерия Да, скорее всего они туда и должны были пойти Ну ладно, сейчас развернемся Видишь, пару дней серии не выпускал Уже нюансы забыл Стоят перед нами венгры Чудесные, кстати, отступили они очень хорошо И сейчас мы нападем на эту армию И сразимся с ними непосредственно на поле боя Что для нас лучше, потому что у нас много кавалерии Которая должна их разнести Так, в Инсбруке В Инсбруке не скоро еще у нас будут Элитные кавалеристы Очень не скоро Да, и благородных рыцарей мне придется толкать в Магдебург После этого сражения Для того, чтобы пополнить так же нас армии двигались На поиски маворов О, мы не кто свернули А город находится где-то здесь Ты посмотри Просто офигенно Отличное У нас одного отряда здесь нет Суданские кочевники Пока афро Афроамериканцев мы нанимаем Собирать не будем И еще одна армия готовится к отплытию Флот-то мы не начали собирать, да, пока Наймем Хольков Переправимся сюда И дальше пойдем К мавританской твердыне В общем, много дел Че тут у нас в Милане? Милане стена строится Поэтому, как мы видим, все очень плохо С общественным порядком Мы можем снизить налоги Но мы этого делать не будем Налоги это наше Все На чем же еще могущество Французского государства Будет держаться Ну, в общем, вроде как все Все сходили Хотя у меня есть ощущение, что сходили не все Не везде Готов служить Монголу, возможно, протокуют Брислау Ну, что тут уже с этим сделаешь-то? Так, нанять мы никого не можем Только через два хода Не появится Ополченца И здесь также будем Немного Хотя нет, армия, в принципе, готова выходить Просто надо ополченцев заменить На солдат Нападаем, в общем, на Вину Шанс нам дают даже меньше Тысяча Восемьдесят Семьдесят Сто Какие-то бомжи Много стрелков, как обычно Но есть опытные рыцари Достаточно Мусары Благородные рыцари Лесорубы опытные Да, стрелков много А во второй армии Чего у нас тут? Ух, нихрена себе Да, тут реально, кстати, дело-то плохо Потому что мы на первое выдохнемся А второе-то подойдет свежее И обычно все это заканчивается очень плохо Тут, конечно, крестьяне По большей части Но и кавалерии у них тоже завались А у нас есть ветераны Которые при малейшем давлении Разбегутся, уставшие Это был и не лучший вариант На самом деле Так, так, пока сядем И, возможно, вот эта армия нам Как раз пригодится Для нормального штурма Куда мы нанесем удар? Куда мы нанесем удар? Куда мы нанесем удар? Куда мы нанесем вот сюда Так, эти у нас уйдут Сейчас чуваки Подремонтировать, так сказать Ну, можно пару ветеранов На всяких пожарных нанять Правда, вряд ли кто-то прорвется Так глубоко в тыл Так, здесь у нас все строится Все мне хорошо Все просто отлично И датчане не приплывают Нас в Нотингем Поэтому, по большому счету Нам эта армия здесь Не особо и нужна Можно все это добро и распустить Жалко, конечно У рыцарей есть опыт Но Крайне сомнительно Что доберутся они до поля боя Со стороны Лондона Можешь попробовать проплыть Создать хотя бы один корабль Потом его распустить Ну и попробуем Так, у нас есть тут где-нибудь Командер-то Вот есть у нас командер один Адам Д. Битюн, например Остальные все в единичном Только экземпляре Д. Битюн Есть вот еще один Который шел вот сюда На крепость Ну, в принципе, может он Забрать сейчас здесь Войска, которые нанимаются И, в общем-то, пойти как раз На север соединиться этой армии И мы можем направить В общем-то, это, допустим На Венецианскую твердыню На остров Как вариант Если они сейчас нападут Но, по крайней мере, мы будем В форте сидеть Это уже будет хорошо Потому что, я говорю, по опту Все-таки у них здесь, считайте, половина С тяга есть Наша армия выдохнется Разнося ее И потом Полноценную компа, которая придет Может нас и В общем-то Щпукнуть спокойнее Уставших-то Так, дачане убегают Эти тоже убегают Это хорошо Лучше, конечно, две армии туда повезти Потому что, опять же, мы сейчас будем С вами терять Войска В этой схватке А неизвестно, сколько их в городе еще Восседает Че, сядет, что ли? И сел Так, одна армия отошла Кандидат на усыновление Адам Дебитюн Амуриды, это Атарант 20 лет Черная смерть Болония Это плохо Ну, я надеюсь Что не распространится дальше Вся эта байда Потому что Нам еще только Не хватало эпидемии сейчас Это будет крайне неподходящий Момент Продолжаем строить церкви Монголы пока не атаковали Да, в принципе О, подожди Что у нас в Праге Высокие налоги Не можем удержать Общественный порядок При таком количестве народу Мне кажется Если этот парень выйдет Из города Будет гораздо лучше Потому что он не управленец Больше солдат О, видите Сразу уже лучше стало Но, правда Тут и налоги Хрен пойми какие Сейчас, секунду Сколько с ним был доход? А, с ним доход был больше Но, видите Сейчас поставили низкие Можем поставить обычные Но все равно Все довольно плохо Все довольно плохо О, подождем пока Что мы имеем с вами здесь? Давайте вторую армию соберем И пойдем за датчанами Надо с ними, так сказать Покончить Раз и навсегда Возьмем как раз новых рыцарей У нас пехоты не хватает Так, пехоты есть Тут есть как раз пехота И есть пушки Есть пушки Тут тоже с налогами Совсем все дело плохо Гарнизон надо больше Иметь Так, пушки есть Это все расстояние Кто-то может пройти В каждой армии Желательно, чтобы пушки были Чтобы мы могли спокойно Взять город и крепость Расстреляв его Так, здесь о чем? У нас такое Такое у нас тут Все, кое очень надо Многих переобучать А, эти чуваки так и стоят Это мне не очень Так, а лично нравится Уже в пути Отличное место для лагеря Он, по-моему, еще больше набрал войск Может и напасть Теоретически следующим ходом На практике не уверен Что решится Кто ж их дураков-то знает Может и нападет Так, здесь мы с вами Потихоньку Переправляемся Так, ладно Тут мы обойдемся Мы, наверное, без рыцарей Уже пока что Хватит нам Такой вот Могучая оборона В этой крепости Будет гарнизон На всякий Пожарный Садимся мы Во флот Но пока Никуда не поплывем Вон тут, видите, мавританский Плавает рядом Останемся Мы, пожалуй, в порте Следующим ходом Попытаемся сразу Пробраться за раз За один Сколько мы можем продержаться Здесь ходов Девять ходов До сдачи Мне, конечно, было бы выгодно Я повторяюсь Чтобы мы Ваши люди Устались Встретили его Сами на стене А что, если нигде Нельзя нанять Госпитальеров Ближайший капитул У нас получается В памплоне И все А походу, да Походу Только в памплоне Пока они туда скачут Вангуй Что нас предадут Десять раз Да и вот эти пацаны Мне тоже неполные Не нравятся Шестьдесят три всего И что толку от них Будет крайне мало Да ладно Давайте пока раскидаем Там они дойдут Как они сами Мы с вами Плывем Далее Что ж такое-то Почему один Проплывает дальше Другой проплывает меньше У вас там разные паруса Что ли стоят Поднять паруса Поднять рекламу Мы победим Осталось 34 хода На все Про все У нас Ну сейчас Будет так или иначе Бой Мне кажется Что Венеция Пойдет в атаку Не будут они больше Тянуть Резину Что тут такое У нас крестовый поход Да Святое Евангелие Проповедует мир Но война за веру Святая война Ибо сказано было так же Не мир принес я вам Но меч Его святейшество Папа Римский Объявил крестовый поход Дабы изгнать неверных Из святой земли И отвоевать гроб Господень Пришло время Когда христиане Должны забыть Обо всем Что их разделяет И выступить Под единым знаменем Знаменем Святого Креста Вместе они Отвоюют Святую землю Или погибнут Чудесно Крестовый поход На Рим Который под нашим Контролем Напоминаем Так ладно Это много чего меняет Нам надо вернуться Пока что Тогда будет Ага Иди нахер Ликуйте Войны Фанци Закрыл У меня проход Падла Я думаю Что там За обходной Маневр На 200 километров Так ладно Ну Будем сидеть Значит Защищать Мы Рим И заодно Построим Орудийные башни Испытаем их На этих Горе-крестоносцах Раз Два Три Четыре Пять Шесть Что у нас здесь У нас здесь На один отряд Больше Разберем Значит Мы отряд Тогда С Ружами И Сядем Туда Всем С тягом Замечательно И будем сидеть Отбиваться Так сказать Там Наслаждаться Хаймплеем А смогут ли они Вообще собрать войска Для крестового похода У меня вопрос Эти так и не пошли Ублюдки Вот так вот Мы постепенно Начинаем Отдавать Там Якория Восполнится Мы сможем От цитадель Может быть Он в следующем Ходом пойдет Видишь Подтянул Еще Типа одну армию Она у него Туда-сюда Ходит Гуляет Бродит Так Болония Ну по крайней мере Все это Видите В рамках Одного города Происходит Нас это Вполне Наслаждаться Встреча Встреча Реально Одни корабли Плывут Меньше Чем другие Но мы По прежнему Идем Единым строем Вместе Могу ли я Перебросить Заход Блин А я Слушай Не могу Перебросить А тут Стоят Очень Близко Корабли Мавров И они До нас Дотянутся Ну-ка Давай Просветим Что у нас Здесь Да И еще Один флот По идее Больше никого В проливе То нет Ну Дотягиваюсь С большим А нет Не дотягиваюсь С большим Трудом Хотел сказать Но Нифига Прочь Неверный Пес И мши Твою ж Ты мать Вот это Очень плохо Потому что Сейчас Они Могут Дотянуться Мне показалось Что мы достаем Но мы Так и не Высадились Просто Потрясающе Готов Служить Отличное Место Для Лагеря Ну Дорога Тут Идиот Все-таки Здесь Город В Уазисе Нам Придется Туда Еще Идти Брести Примерно По такому Заковыристому Маршруту Все Это Будет Проходить Кругом Кругом Одни Повстанцы Без Чуваки Чуваки Не стали Одними Из них Здесь Мы точно Высаживаемся И корабли Можем Сразу Распускать Без Без Генералов Ходить Крайне Опасно Что Прикажете Генуи Не много ли у нас тут войск Высокие налоги Если еще увеличим Почти ничего не дается Нет Общественный порядок Не тянет Не тащат Не тянет Ну и что мы будем С этими тоже бомжами Делать Тоже не ясно Не совсем ясно Близко река Как бы мы опять Не оказались На На Мосту Ну теперь Я думаю Что мы победим Вопрос только в потерях Давайте Тогда Бой то мы И С вами Следующим ходом Замутить Да ладно Подождем Мы пока сидим в лагере Посмотрим На кого они нападут Может быть Таки сумеют Чего Нахрена Ты очень высокий Налоги Ты поднял Ты дурак что Да Тут совсем Плохо С В Бреслау С общественным порядком Как и в Праге Не хотят у нас Видите Платить Дань Нашим Ребятам Чего мы их вообще не объединили Нам вот так вот идем Куда мы нанесем Куда мы нанесем Чтобы Пражите Вперед Пьет Тхуба Зовет Ну что здесь Этот датский Господин делает Что нам Опять мешает Пройти Спокойно Мне нужны еще Рыцари По выцарю Нужны еще Четыре отряда И у нас будет Снова полная армия Проблема в том Что у нас Нету Нету Этих отрядов Погнажем Попробовать Фуловых Прокинуть Вот отсюда Главное Чтобы они дошли Теперь Ну и ждем Пока Не спешим Не торопимся Куда тут Торопиться Меня вот волнует Как будто эти Перцы не отковали Мой флот Сейчас Это пожалуй Самый важный момент Офигеть Какой важный момент У нас по моему Часть Стала Ребяток 5 к 3 Шанс Часть ребяток У нас Стала Повстанцами Не Эти стали крестоносцами Короче Такой только одна армия Давайте испытаем Наши башни Потому что В любом случае На второсчете Потери будут Гораздо больше Что я сейчас потеряю Может быть сотню Там не знаю Полторы силы Что мы потеряем Под тысячу Авторосчетов О Отличная погода Просто Замечательная Ни хрена Ничего не видно Туман А ютуб Это потом еще и замылит Обожаю туман в играх А французов Честь иногда означает Непокор А это не одно и то же Гораздо Вот то, что отличает Французскую армию От английского Сброна Я спущу Шку С любого Кто посмеет Не послушаться Приказа Своего командира Наши враги Не солдат А только швейц Зато Выскивать Трупы Будет Намного Чуть Да, у них есть Артиллерия Казалось бы, что они будут Очень долго стрелять Но на самом деле Стрелять они будут Крайне недолго Потому что Башня Ее уничтожит Я не могу контролировать Конкретно каждый залп Но по идее Они должны Фокуситься Именно на арту Шанс Ну, кстати, почти 50 на 50 Отдает, поэтому, я говорю, на второсчете были бы очень большие потери Да, у нас тут вон побитые рыцари Которых мы так и не до Обгрейдили И всю Кау Можем отводить вообще в цитадель сразу Буквально-нибудь сюда вон там На гору поставить Или просто в цитадель поставить Она нам будет Что это такое Она нам будет просто не нужна В группе я их растянуть не могу Только по одному отряду Чудесно Чудесная физика медивола Как же я про нее мог забыть Она незабываема Ну и отряды у нас, как обычно Через жопу расставлены Компухтером Кто программировал Такую расстановку Он просто еретик Адский Так, давай мы пока всех Вот так поставим Это и то будет лучше Чем он нам предложил И Начинаем расставлять По-человечески Делаем человеческую расстановку Топовую Которая позволит победить Не прилагая усилий почти И в общем-то Что нам делать не надо будет Все за нас сделают наши пацаны Может они даже пробьют ворота Такой вариант не исключен Поэтому мы здесь Ага Поэтому мы конечно бы расставили Рыцарей в группу Если бы они могли бы растянуться Но чудесная физика А они еще и не поставились Чего? Они вообще не расставляются Даже при растяжении Ну это же чудесный движок медивол Что мы хотим-то Межок медивола Творит чудеса Может конечно командира Ставить на всякий случай А вдруг его застрелят случайно Хрен его так сказать знает Штурмы в этой игре Это большая проблема Что оборона Что особенно атака Видите даже войска Не хотят ставиться Как им приказываешь Ну давайте ладно Начинаем Тянуть валанду На этой стене Они должны быть все уничтожены И под стеной В общем-то тоже в воротах Они должны быть Аннигилированы И очень хорошо Что они стоят Видите уже минус башня Потом полетят и тараны Следом я думаю Будет арта Но что-то по ней Не фокусятся особо Пока они собираются С мыслями Пушки их К хренам разнесут У нас есть еще Вот такие вот Чуваки Интересные Но толку от них Будет мало Поставить их под стену Они там покидают Зашиворот Если подойдут Вороги Но вот Не очень Они тут разбегаются Можно ускорить Это будет долгий Я думаю процесс Нам надо как бы Быстрее Самое хреново Что катапульт Это долбят в стену Монжуа и Сен-Дени Их башня разрушена А вот это плохо Совсем Слушай Подожди Они долбят в стену И Вполне Возможно Даже сумеют Сделать Сделать здесь дыру Лучше нам пока Отсюда слезть Ну они полностью Вряд ли пробьют Но они могут Обрушить часть стены Солдаты улетят Поэтому лучше нам Не рисковать Плохо что башни нельзя Сфокусировать На определенной точке Гораздо проще Но они стреляют По вражеским войскам И уже наносят Очень большой урон Региозным фанатикам И по таранам То есть по всей видимости Они будут заниматься Именно вот этими катапультами После того К тарана уничтожат И видите да Стена начинает Тихоньку разваливаться Что тут пупы это Катапультами же заниматься Надо было сначала 28% Ну нам особо-то Большой разницы нет А кстати нет Они пошли вперед Отлично Они толкают таран И да Вот попадание было По катапульте А второе что-то Они вообще Не стали стрелять Забили болт Паре красным Давайте тогда мы Вернемся обратно Да Побыстрее будете Побыстрее будете Через Чтобы Хотя с другой стороны У них лестница не осталась А ну хоть нам туда Залезаем Они притащили лестницы Сейчас будет жарко Действительно Зачем Лестницы они притащили На другую сторону Здесь они вообще Никого не привели Сейчас будет жарко Да Сейчас их Пуканы Засияют Как сверхновые Рыцари бронированы У них есть Видите Улучшенная Броня Лапные доспехи Но против наших Они ничего не сделают Потому что Будут залезать по одному И сейчас их всех Здесь перечиплю Суд, алло Они ломают наши ворота Да нам Начать Это наоборот Хорошо Бой быстрее закончится Пока все складывается В нашу пользу Если ничего не изменится Мы победим Интересно Залезают Сверху Друг в друге Скапливаются По Десять человек Потом сваливаются Огромной толпой Это кстати Дает Видите Свои плоды Так они не по одному Спрыгивали Не получилось Не получилось По одному Зарубить Так Ну сейчас Они там побегут У нас тут опять Чудесная расстановка Как обычно В стиле Медивола Классика Уже 30% У них убито Нормально Фанатики Ринулись Вперед Затыкаем проход Встаем Стреляем Встреляем Вщпопу Враг уже на стенах Держите оборону Да не уже А я и не заметил Прикинь У меня Америку открыл Так Так У всех перебили Все прекрасно Продолжают расстреливать И ополчение арбалечков Тоже лезет На стену Фанатиков здесь Просто перерабатывают В проходе О Отлично Давайте посмотрим Как мы разгромим Остатки его армии Ужая от башни Стрелять Судя по содрогающемуся экрану И наносить кому-то Под стеной Дополнительный урон Добавляя позитива И добра В ряды врагов Все отлично Враги противника дрогнули Враг потерял половину бойцов Что я говорю Ряды противника Дрогнули Враги противника Ну и Начинают они Хаотическое Отступление Так Что у нас там С катапультой Хрен знает Кто-то еще Тащится Катапульт отошла На недосягаемое Для В башни В башен Дрогнули Как Да они не всегда Они не всегда попадают Они не убьет командира А такое бывало у меня То есть Когда ты скачешь За артой Она Стреляет Удачно Пролетает снаряд Сквозь ваших Кавалеристов И кладет Генерала Особенно Зажигатель Какой-нибудь Во Видели Почти прям В камеру Влетело Но В сей раз Им не повезло Противник бежит За ним В атаку Прессовать их А то они Потом вернутся Тут еще Эти крестоносцы Долбанные Пойдут На Рим Ну Насчет Рима Можно не беспокоиться Он там надежно Прикрыт Сейчас мы там Еще башни сделаем Пока не дойдут Пока что Мы уже все Подготовим Не смог-то А не проштурмовать город Это 100% Можно за это Не переживать Меня больше Волнует Иерусалим Кто там сидит Но двух армий Должно в любом случае Хватить элиты Зря я послал Именно две Потому что Повторно Мы можем Уже не успеть Собрать флот и армии Для того чтобы Приплыть К Иерусалиму И завершить кампанию По бедным Салютам И фанфарам Ну большинство Вроде перебили Мы будем гоняться Там за каждым Бомжом Это Слишком долго Этой победой Восхитится Весь христианский мир А по численности Кстати было Столько Сколько у нас Практически То есть На авторасчете Нам насчитали бы Примерно Вот такие же потери То есть 1200 мы потеряли бы Они потеряли Скорее всего Всех бы А если бы мы Рассчитали бы Без своего участия Нет Вы не сделаете этого Они заслужились Еще как сделаем Конечно ухудшаются Характеристики О да ты смотри Отличный крестоносец Я смотрю И подряд осаждает Еще раз Замечательно Просто молодец Ну и тебя тоже Так же порешим Какие проблемы Придется только Подождать немного Пока он снова Пойдет в атаку Ну это хорошо Это освободит Нагрузку на Рим В общем то Они кстати могут И до Рима Соседние города Осадить Но у нас армия есть Если что то Мы поможем Венгрия Венеция Войска крестоносцев Растут Да мы уже видим Как они растут И потом Внезапно Осаждает совершенно Другой город Готов служить Так вот мы сели Все тут Защищено Отлично Башня через 3 хода Будет готова И Рим Будет полностью Закрыт Торговый квартал Надо построить Кстати Мавры не атаковали Но смотри Подплыли Прямо вплотную Странно что он Не атаковал Конечно Так все Отлично Распускаем Корабли Сейчас повезло Ну мы могли конечно Отступить Но в теории Не могли дотянуться Даже после отступления Уи-уи Теперь мы пойдем Спокойно Вдоль Побережья Лучное место Готов служить Лучное место Просто Невероятное 37 тысяч У нас осталось Казни Что-то не еще много Мы крайне Приличное количество Зданий строим Поэтому видите Нам Постоянно Не хватает И все-таки Одни Падлы Нас Предали Падлы Нас Предали Устали Банжами У них было все Но они Выбрали Участь Разбойников И Грязных Потных И Немытых Бичей Но это Их выбор Ладно Что делать Будет Что с дураков То здесь Так Мы тут Идем 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 Может быть Кто-то Не дойдет Но тут уже Не наша Такая проблема Очень высокие налоги Ну думаю Что справятся Кстати В баллоне Закончился Мор Прекрасно Все нормально И что мы С вами Делаем Дальше Что тут За войска Трусь Какие-то Бомжи Опять Они умрут Четыре к трем Этих даже больше Да тут вообще все печально для них У них даже арты нет У них нет арты, то есть они сразу пойдут в атаку И мы их очень быстро порешим Поэтому никуда мы пока не пойдем Также разберемся с ними легко и свободно Продолжаем плыть В два рыла Так, раз Два Ну хода 3-4 и мы высаживаемся Нам осталось еще 32 То есть есть запас планов По времени Небольшой Да, что-то тут вообще печально С этими налогами Низкие налоги и все равно Никак не можем справиться Там агент сидит скорее всего Эдолбанный Долбанный агент Надо Надо нам нанять лазучика и попробовать засунуть его в город Ведь может он найдет вражеского и тогда его оттуда выкинет Единственный шанс Так, здесь у нас что Здесь у нас все хорошо Готов служить Объединяемся И армия почти готова добить датчан Наглох Так, здесь развитие поселения Можем Убавить налоги Ну это мало что дает А вот общественный порядок Ухудшается Ого, как Хотя мы можем построить дворец-наместник И все станет гораздо лучше В финансовом плане Так, есть у меня опять подозрение Что кто-то у нас где-то не сходил Армия из Алжира Из Алжира Куда мы с вами потащим Ну в принципе можно идти дальше Тут тоже разгружать уже Готов служить Ситадель Что у нас не переобучено Следующим ходом мы выдвигаемся Пушки мы тут не можем строить Да, пушки нет Пушка не можем строить Три бушек это пульта баллиста Большая бомбарда, бомбарда Да и очень долго с пушками на самом деле двигаться Отсюда Поэтому не самый Прям удачный вариант Лучше построить здесь Мастерскую бронника Выгоднее будет Так, вроде все Все сходили Слова ничто Выходите и сражайтесь Все сходили Мы тут видите не везде достроили Все обороты Порты Это же дополнительные деньги Ну во первых денег не так много Не такой большой запас Когда у нас будет миллион Тогда можно будет кидаться туда-сюда Ну пока денег мало Блин, эти так и не атакуют Тоже чувачила Все-таки нам придется их замочить Потому что они еще какую-то армию тут подтягивают Это все очень долго Болташар Йоу Командир Андраш Так, командир Андраш Ну давайте Что тогда Доверим вторую армию компу Что ли тогда Ну ладно, давай Пронять рекламу Мы победим Пронять рекламу Хотя зря я, наверное, доверил Потому что, возможно Она нам пригодится На самом деле Как это говно, лес Тут не такой лес Как в Вархаммере втором В котором ничего не видно Здесь хотя бы елки маленькие Низкие Молодые елки Нелегко выбрать правильную стратегию Для этой битвы Не лучше ли предоставить врагам Возможность первому совершить ошибку Да-да-да, первую эту армию мы сомнём, я не сомневаюсь. А что делать со второй, которая фуловая придёт, а у тебя уже все войска будут выдохшиеся? А ты знаешь, чувак, как они у тебя воюют? Я тебе скажу, никак. Они просто разбегутся, навалив штаны, малейшего давления. И поэтому это очень, очень плохо, на самом деле. Я не люблю воевать с одной. Армии против двух. Открепления не спешат. Открепления не спешат к врагам на помощь. Это всё, конечно, здорово. Они у них на объединение, потому что они у нас идут каким-то таким строем в дворе, да? Это не такое ненужное. Более того, они идут вообще с другой стороны. Это была засада. Это была засада, пацаны. Слушай, у нас в таком лесу ни хрена ничего не видно, если честно я вам скажу. Если я вам такое скажу, вы мне поверите, нас уже обстреливают, и ни хрена не видать. Так, где они тут идут? Вредут. Это у нас ополчение арбалетчиков. Быстро сближаемся с ними. И сейчас будут наносить удар. Да, арбалетчиков там знатное количество. Поэтому нужно быстрее, 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 быстрее. Проштурмить чуваков. Бесить, двойные мисклики в меди. Если ты кликаешь два раза на атаку, они у тебя не бегут, а идут еле-еле. Мисклики это круто. Так, модно это, стильно это, вообще современно. Так. Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Да ладно, вон там, смотри, бежит чувак, я его даже не видел. Миконечный же мисклик, естественно. Как же без него-то? Бусары. Сейчас был мисклик, но атака пошла двойная. На ускорение. И вот самый поганый, что нам приходится за ними гоняться. Миконечный же мисклик, естественно. Терять силы. Миконечный же мисклик, однозначно дерьмо. Бакланские лучники. Пусть он посмотрит, как мы разгромим остатки его армии. Или балканские, кому как угодно. Для меня они бакланские. Потому что кто играет лучниками? Правильно, только бакланы. Настоящие трупы пацаны предпочитают ближний бой. Трусливому перестреливанию. Фраг потерял половину бойцов. По всей карте. Так, у нас никто так арбаличков-то не преследует, что ли? Или нет? И один отряд продолжает чудесно бегать. Теряя силы. Крепления не спешат на помощь врагу. Может они вообще не придут? Это было бы идеальным вариантом. Я ранее. Флагов ничего не видать. Все бело-синее. Это бело-синее. Желательно бы добить как можно больше, потому что они потом отступят в город. Мы хотели вообще-то их из города выманить, но я бы мог его и штурмануть без особых проблем. Пополнить отряда и немножко кавалерию уменьшить, добавить пехоты. И будет нормальный штурм по одной линии. Чтобы не разбежать. А чего встали? А, они типа там прессуют арбалетов. Абалеты колеблются. Мы выигрываем битву. Еще немного, и враг будет разбит. На самом деле, если они убегут и по креплению не войдет, я сильно не расстроюсь. Потому что по этому лесу искать потом большую армию у меня особого желания нет. Так, что у нас там? Кто у нас? Кто где? Полководцы скачут. И здесь продолжается, видите, чудовищный забег. И пока мы их не догоним, так сражение и не завершится. Это прекрасно. Тормозим все войска. Надо выстроить. За придурок в камень уперся и ничего не делает. Генеральный наконец-то догнал. Абалетов. Не, походу, по креплению у них так и не выойдет. Хотя в последний момент, может быть. Да, не, слушай, они бунтуют. Все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. А кто еще не бежит? А, колеблются. Туркополые. Нормально. Туркополые колеблются на этих заново. Это тупорылая стрелковая кавалерия у венгров. Ну и что, мы сейчас за ними будем бегать, что ты хочешь сказать? Ты что, смеешься? Они еще более того попадают по моей кавалерии. Спускаем в строй и... Учитывая, что это легкая кавалерия у нас тяжелая конница, мы их не догоним. Пока они не стреляют в свой боезапас, это будет до бесконечности. А, нет, мы и догнали. Точнее, они пошли ближний бой. Может быть, они его, кстати, и стреляли. Ну, как мы видим, подкрепление не вошло у них, а у нас оно не вошло по причине того, что... У нас просто весь лимит был забит, а у них не вошло, потому что то ли испугалась, то ли не успела. Этой победой восхитится весь христианский мир. У них осталось 57 человек. Нормально. И дальше можем заняться городом. Благородных мужей мы не качаем, нас они не интересуют. Мы жестокие воины, так сказать. А благородные мужи пускай останутся слабакам. Так-с. Это мы отходим. Мон-руа, мы. Отъединяем войска. Удали. Не то я сделал. Четыре отряда надо. Четыре отряда надо. Давайте более элитных возьмем и прокачанных. Для штурма это будет гораздо лучше. Да и кавалерии стука не надо. Куда мы нанесем удар? Синьор, вы. Синьор, вы. Синьор, вы будет исполнено. Синьор. Готов служить. Два хода ждать нет слишком долго. Не знаю, там что у них за башня, правда. Там приказы о штурме сейчас. Высокие стены, это плохо. Постоим на всякий случай, может они еще кого-то припрут. Кто знает их. Дураков-то этих. Шел дурака в голове, мы уж не знаем. Так, здесь у нас все строится. Склад можно накинуть в Неаполе. Верх нам-то особо не нужна. Финансовое строительство. Ну, тоже доход немного повышается, ведь мы его чуть повысим, но нам придется за счет этого нанять гарнизон. В перспективе это окупится, сейчас пока нет. Что мы скажем? С вами дальше делаем. Дальше нас тут на датчан. На датчан нас тут армии собирались. Готов служить. Да, но этим ходом они нас никуда не идут. Вроде все сходили. Все сходили, все дела свои сделали. И мы делаем ход. А что такое-то? Что такое? Подходящий жених. Да нахер он мне нужен? Подходящий жених, 55 лет. Что без этого никак ход не сделать? Отделяемся от армии. Армия подкуплена. Да ладно, ты че? А, ну это бомжи, которые шли здесь. Пять черных смехов. Да что ж такое-то? Бордо. Ну, крепость далеко находится, кстати. Можно ее в цель переоборудовать. Всего три отряда охраны, так что не важно. В общем, шли там бомжи без командира и их купили. Нас это особо не интересует. Сразу сюда вот пройдем. Отлично. Полная армия, и теперь она уже никуда не убежит с командиром. Ну, в принципе, тоже вроде там подкупить-то могут, но шанс крайне низок будет на успех. Там надо платить, будут баснословные бабки, чтобы купить армию с командиром. Ну, все еще от верности зависит. Чем она выше, тем сложнее будет купить. Так. Шпион у нас оседит. А тут, блин, монгольский убийца ходит. Ходит монгольский убийец. Очень мало мы можем пройти, но, тем не менее, потихоньку движемся к датчанам. Здесь мы продолжаем в Магдебурге собирать армию. Да шо ж такое, сколько тут переобучать-то вас надо. Ну, раз надо, значит, надо. Переобучим. Нарим. Захлебнулся весь крестовой поход. Продолжает они держать нас в осаде. Может быть, следующим ходом они пойдут в атаку. Венгерский флот какого-то хрен тут делает. Куда отправляемся? Ну да, примерно два хода остается. Вряд ли мы причалим через два, но через три мы точно высадимся. Это уже будет в следующей серии, когда Иерусалим пойдет и мы победим. В следующей серии будет уже точно победа. Официальная, но я считаю, это промежуточный успех. В компании мы должны будем победить по-другому. Естественно, Инсбрук. Сейчас мы тут всех переобучим, можно будет чуть-то нанять. Да, только через один ход мы рыцарей сможем нанять и направить к Риму под креплением. Чтоб они потом Сицилию проштурмовали. Мавр продолжает нам, смотри, тут осаждать порты, блокировать. Что у нас там по деньгам с вами вообще? Отличное место для лагеря. По деньгам, в деньгам что-то тут в районе... 18 тысяч мы получаем. В принципе, неплохо. Так, на троечку сойдет. Сойдет, сойдет на троечку. И погнали дальше. Отличное место. Отличное место. Что у нас такое здесь с налогами-то? Что за безобразие такое? Ну, давайте наймем обычных каких-нибудь ветеранов-копейщиков, арбалейщиков стандартных. Для обороны сойдет. Командиры, думаю, направим тоже в Африку. Надо кончать быстрее со всей Африкой. Дожимать монголов, Тамерлана. И сконцентрироваться потом на уничтожении нового света. Вторгнемся туда. Все закованные в сталь против босоногих индейцев. Это будет забавная битва. Будем колонизировать, так сказать, новый свет. Нести туда демократию, порядок, мир. И, конечно же, процветание. Подходить я по-прежнему не буду, пока мы не снимем осаду. Иначе они просто уйдут. И мы за ними потом будем гоняться. Следующую мы дурацу спокойно возьмем. Ну и пойдем в Грецию. Все тут захватим. Захватим трою. Бывшую. Готов служить. И все будет. Не понял. И наступай. Весенья. А не че ты? Немного не врубай. Я же осадил. Или нет? Или меня уже глючит. Я же вроде поставил осаду. Почему она снялась? Что происходит? Исходит. Опять целая куча тут, видите, вокруг нас формируется отрядов. Даже датчане пришли. И, кстати, есть цитадель монгольская. Всего с двумя отрядами можно ей будет заняться и озаботиться в ближайшее время. Здесь мы как раз сейчас заботимся охраной. Нашими бомжами. Нашими ополченцами. Так, вроде все. Или не все. Или все. Вроде бы все, что я хотел, я сделал. Все сходили куда надо. Да, давайте. Завершаем. Да, они идут в атаку. И это будет на сегодня завершающее. Думаю, бой. Кристоносцы идут на Кристоносца. Подходим и вылетаем все. Не думаю, что он будет особо долгий. Минут 10-15. А может даже и быстрее. Учитывая, что они сейчас не будут стоять и перестреливаться, мы сразу их вырежем. Уничтожив просто пушками. Поэтому вот башни в цитаделях, да и в городах, они очень, видите, важны для уничтожения отсадных орудий. Да и войск они уничтожают очень много, с большого расстояния заставляя их сближаться с вами как можно быстрее. Нелегко выбрать правильную стратегию для этой битвы. Не лучше ли предоставить врагам возможность первому совершить решительство? Думаю, это не лишняя предостановленность. Венецианцы считают денежки быстрее торговок Нормандии. Так пусть считают... Бой! Действительно, пусть считают трупы. Так, снова у нас какая-то странная расстановка. Но, кстати, вот раз она более-менее корректная, все стоят на стене. Кому на ней полагается стоять? Возможно, они докатят таки сейчас. Докатят башни. Поэтому мы лучше укрепимся дополнительно в самых нужных местах. Я даже никого переставлять не буду, в принципе, стоят неплохо. Тем более, после этого боя мы переобучимся, а вот этих вот гвардейцев мы направим обратно в город. Ну да, конечно, так они встают, но на самом деле в жопу им вставать-то. Как я их расставляю, действительно, а зачем? Оно и так сойдет. Зачем подчиняться приказам? Приказам-то только лахи подчиняются. А у нас же свобода любимая демократическая Франция. В будущий оплот мировой революции. Так, короче, значит, что-то не хотят нас вставать. Они вообще никак не хотят. Ни так, ни сяк. Вот, видишь, кликаю, но им чихать на мои приказы. Вот, поэтому придется вот таким образом вставляться сейчас уже. Таран покатил, пацаны все побежали, видите, дружно. Дружно побежали. Вот, смотрите, прошло 14 лет с моментами Дива во втором. 14 лет! Вышла хреновая куча тоталваров. И знаете, что втрое происходит с тараном? Я не помню, говорил, не говорил. У нас эта стена так до сих пор ведь и не заделана до конца, потому что они осадили нас сходу. Знаете, что происходит с тараном втрое, когда вы пробиваете ворота? Вы, может быть, посмотрели ту Сирию, троянскую как раз. Или просто я об этом не говорил, а таран исчезает. То есть вот они пробивают ворота, его не откатывают, он просто испаряется на ваших глазах в воздухе. Прошло 14 лет. А игра в каких-то аспектах деградировала. Представляете? Так, башни нет. Это докатится. Нет. Прекрасно. Проклятье. Таран у ворот. Таран у ворот. Здесь лезут и, кстати, лезть они будут достаточно эффективно. И массировано, но... Мы разберемся с ним. Здесь стоим. Там одного отряда хватит. Для того, чтобы... ...отчпукать. Хотя можно подтянуть второй на... ...пожарный. Попадают стрелками по нам. Они притащили сад храбля. Они сломали ворота. Так, ладно. Так это хорошо. Значит, будет быстрее закончиться. Нам не придется их под стенами отстреливать. Получится. Так. Вот они пошли вперед. Продолжая стрелять в башни. И первые ряды рыцарей. Фракских. Франкских наемников. Ложатся под тяжелыми алебардами. Мы выигрываем битву. Наши пехоты. Еще немного. И враг будет разбит. Ну, естественно. Ты что, сомневался? Чтобы взять такую стадель, надо как минимум армии 5-6. Сюда пихнуть полно. А то я не уверен, что они справятся. Мандео. Враг уже на стенах. Держите оборону. Мне бы хватило двух армий. Компу надо армии 5-6. Что-то такое прожать. Мне бы даже полторы бы армии хватило, чтобы его... Отчихвостить, скажем. Но нужны были, естественно, кулеврины для пробития стены и башни. Компу кулеврины бы не помогли. Он неправильно их использует. Первую линию, да, он проломил бы. Но вторую бы он уже их не потянул. Офига, они тут вломились. Где у нас генерал? А, генерал у нас нормально. Далеко его тут не зацепить никак. Пускай потихоньку подкрадывается. Они могут теперь только, видишь, с лестницы атаковать. И больше, в общем-то, никак. Глядь, фанатики разорвали наш строй. Ветеранов доспехов. Слушай, они тут на стене, на самом деле, не совсем. Идеальный вариант для устранения их был. Сейчас подтянутся, пацаны там помогут. Такая не бегут. Чем больше их погибнут внутри, тем лучше. Меньше потом на добивание возиться придется. С авторасчетами. Неплохо стоят для бомжей. Конные ополченцы ведь у меня бегут. Непоколебимое. Вот что значит, видите, религиозное рвение. Пустомосток. Они там что, решили все, что ли, сдохнуть? Враг потерял половину бойцов. Начинает колебаться, и сейчас все это стихийно их захлестнет. Сступление. Фанатики уже обратно полезли. А у них-то боевой дух практически несгибаемый. Смотри. Неплохо рубится 23 потери. Вражеский полководец мертв. Половецкие лучники горячие. Но это должно их подкосить было. Тем более атака с тыла. Там начинает отступать. Такое ощущение, что у крестоноса выше боевой духа войск, чем в обычной армии. Я вот точно не помню сейчас. Распространяется ли это на крестовый поход или нет, БАФ? Вот они все застряли, и тут мы к воротке всех перечипали. Кто еще не бежит? Они бегут. У нас пешие рыцари-феодалы колеблются. Почти всех перебили, 76%. Да и здесь вот нифига пока не бегут. Итальянское ополчение колеблются. Колеблются, да никак не заколеблются. По сути, видишь, копейщики против копейщиков дерутся. Пошло 14 лет, а в трое войска все так же вмашут воздушными палочками. Очень волшебными палочками по воздуху. Ну, можно сказать, и воздушными палочками. Которые можно вату наматывать. Сладкую. И фаталок-то нет. Кстати, в медиволе фаталити есть вполне. То есть здесь кровь есть. То есть они протыкают, добивают. Правда, не всегда корректно, видите, это происходит. То есть по воздуху тоже машут. Втыкают куда-то там, типа, в пятку ахилла, чтобы добить копье, а не в тело противника. Враги бегут с поля боя. Покажем этим трусливым смертам. Ну, а тем не менее, видите, все равно. Фаталки есть. И может быть даже больше фаталити здесь, чем в трое. На мой взгляд, это позор. Позор. Игра за 14 лет, видите, в каких-то аспектах потеряла. Потеряла в масштабности городов, в красоте крепостей. Да даже таран тот же самый, видите, исчезает. Фаталок меньше, крови нет. Но она появится, но, правда, уже позже. Так что, уныние и деградация. А уж насчет дипломатии и экономики. Трое, я думаю, что вы уже много наслышаны. Если не наслышаны, посмотрите мои первые две серии и узнаете. Какая же там прекрасная дипломатия и экономика. Просто шедевральная. Когда на вас за полкарты нападают противники, вообще без причины, и потом вы следующим ходом заключаете с ними мир, и они платят вам дань за договор о ненападении. Когда перед этим, этим же ходом, по сути, или предыдущим, они на вас напали. Это что-то в стиле гибрида, говорю, Сёгуна и Медивола второго. Потому что здесь дипломатии и экономики почти никакой нету. В этой дипломатии она для галки прикручена. А на самом деле на вас нападают все, кому не лень. Просто так, чем выше сложность, тем больше нападут. Пример такая же система работает в Трое. На мой взгляд сугубо личный. И непонятно, на кой хрен они это сделали, когда все у них прекрасно работало в Китае. Дипломатия была, и экономика построена практически идеально. Все было логично, все было обосновано, и ни к чему практически было не подкопаться. Это Виктория прославит доблестных и отважных сынов Франции. Потери были, конечно, но небольшие. Сейчас всех тут восполним и пойдем дальше атаковать. Но это будет уже в следующем эпизоде. Надеюсь, они не успеют набрать войска в Гурацу. Вот если бы еще снять всю осаду со всех портов, всю блокаду, было бы вообще замечательно. Денег бы было, завались. Бордом. Как бы все это дело не распространилось по стране, тогда у нас будут очень большие проблемы в плане дохода. Да и армия, которая в городах будет сидеть в крепостях, не смогут выйти и спокойно ходить между поселениями. Это будет тоже нехорошо. Так, а что у нас тут? В любом случае его придется, скорее всего, добить. Я, честно говоря, даже не знаю, где тут город. То у них нету и дороги, которая ведет к нему. Но есть какой-то торговый маршрут. Скорее всего, где-то вот здесь находится около... Шахт. Ну тут на самом деле шахта много. Ну ладно, будем искать. Где-то здесь. Где-то здесь, на местной территории, мы их обнаружим. Так. Так-так-так-так-так-так. Здесь мы построим тоже роскошные конюшни. Наймем еще немного ветеранов и арбалетчиков, чтобы восстановить общественный порядок. 9 тысяч осталось от денег. Так-с. Следующим ходом мы начнем со штурма... Следующим ходом... Да нет, наверное, даже не ходом, а следующей серии мы начнем штурм Вены. Будет оптимальный. Поптимальный вариант. Цитадель. Цитадель. Закупаем мы ее в Меце. Так, тут попробуем поля построить. Рошаемое поле в Реймсе. Еще больше увеличим доход. Собираемость налогов. Ну и, конечно же, в следующем эпизоде мы будем с вами, я думаю, штурмовать уже... В полном объеме. Раги франции сдадутся. Раги франции сдадутся? А что это у нас вообще такое-то? Ждем приказа штурмить. Это у нас твердыня. Значит, будет две линии стены. Ну, в принципе, ладно. Полный стяг. Есть арта, какие-то копейщики. Посмотрим, что там будет с шансом. Тунис мы тоже протакуем. Самое главное, что мы будем Иерусалим штурмовать. Вот мы уже, видите, буквально в одном каком-то... Небольшом шаге от него. Опять вторые корабли у нас проплывают меньше. И вот, 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 буквально осталось-то. Че тут? Развернись да высадись таковы. Вот этим надо будет два хода. Высаживаться будем одновременно. Флот можно будет сразу сократить. Это будет огромный баф по нашей экономике. То есть мы получим очень много свободных денег. После этого, может быть, там под... Тысяч десять будет еще доход. Потому что, видите, мы тратимся на флот много. Много мы тратим на него денег. Так, здесь мы уходим. Мы приходим. Начинаем всех, так сказать... Не хочу объединять войска, потому что мы потеряем в этом случае... Потеряем мы в этом случае тогда опыт. Ну, то есть какой-то отряд исчезнет полностью. Лучше мы их переобучим. Это будет чуть дольше, но... Зато мы... Не потеряем отряды. Добавим в эту армию. Можно, в принципе, переобучить будет рыцаря и аристократов. Это вполне здесь возможно сделать. Да, следующим ходом. О, слушай, здесь... Карака открыта. Это что-то наподобие Галеона. В 15 веке четырехмачтовая карака впервые появилась в 15 веке. Стала первым полноценным океанским кораблем Европы. Этот корабль способен выдержать сильные штормы и брать на борт большие запасы провианта для дальних переходов. Благодаря мощному пушечному вооружению и многочисленной команде он неплохо проявляет себя в морском бою. Ну, понятно, неплохо. Он и стоит содержание. Триста. Пятьдесят. Здесь, кстати, в Васильевске доступны самые мощные пушки. По идее, которые уступают только большой бомбарде, но зато у них больше боеприпасов, и они точнее стреляют. Тоже надо бы сделать два и направить как раз на город. Вот на эту вот дурацу. То есть событий в следующей серии будет много. Будем продвигаться активно вперед. Огромное количество армий, видите, уже выдвинулось на... ...позиции. И скоро Европа. Все острова... Частично тут... ...южные части Руси будут захвачены Францией. Там уже Руси-то и нет. Там уже Монгола да Тамерлан господствуют. Мы их оттуда изгоним и освободим Русь, так сказать. Все земли им передадим. Но это будет уже за кадром после прохождения. Если серия вам понравилась, не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Вступайте в группу ВКонтакте. Оставляйте свои комментарии. На сегодня все. С вами был Крестоносец. Всем удачи. Пока. Пока.